Взгляд в РПЦ объяснили поддержку македонских раскольников Константинополем. Л. В РПЦ объяснили поддержку македонских раскольников Константинополем. 14 января 2020 года, 21.30 фото, Никос Магена Слеш. Текст, Михаил Мошкин. Похоже, что константинопольский патриарх Варфоломе решил поставить на поток обслуживание политических элит, использующих религию в своих играх. Так глава Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда оценил сообщение о решении Варфоломея повторить в Македонии украинский сценарий. Во вторник глава Синодального информационного отдела Московской патриархии Владимир Легойда в своем телеграм-канале отметил, руководство Константинопольского патриархата собирается легализовать еще один раскол. Как известно, ранее Фонар, как кратко именуют Константинопольский патриархат по названию район Истамбула, где находится резиденция главы этой церкви, принял активное участие в украинском расколе. Сербская церковь – одна из поместных церквей, не признавших Томас, который в Варфоломе выдал самозванной православной церкви Украины – ПЦУ. По сообщениям прессы Северной Македонии, Константинопольский патриарх принял премьер-министра этой балканской страны Оливия Распасовского, и его предшественника на этом посту Зарана Заева. Экс-премьер Заев известен как активный сторонник откола македонского духовенства от сербской церкви. В переписке с российскими пранкерами, которые выдали себя за Петра Порошенко, Заев рассказал украинскому лидеру, что готов занести в Варфоломею 100 тысяч. Евро наличными за предоставление Томаса новой македонской церкви. Вселенский патриархат официально подтвердил, что он не отказался от своего намерения решить проблему автокефалии. Несмотря на противодействие со стороны сербской и русской православных церквей, отмечал македонский портал религии. Видимо, Варфоломе решил поставить на поток обслуживание политических элит, использующих религию в своих играх, заметил Владимир Легоида. Глава Синодального информационного отдела РПЦ добавил, что решение Константинополя поддержать македонский раскол это не что иное, как удар в спину сербской православной церкви, которая и так находится под угрозой гонений в Черногории. Если для некоторых македонцев национализм окажется важнее, чем истинно единой древней православной церкви, то значит, они не христиане, они выбирают другой путь. Церковь отчастится, остальные останутся, сказал газете «Взгляд» глава патриарша комиссии по делам семьи, протеарея Дмитрий Смирнов. Протеарея Дмитрий Смирнов полагает, что Фонар может официально поддержать черногорских раскольников, требующих отделения от сербской церкви, так же как поддержал сейчас македонских. Еще в апреле прошлого года патриарх Кирилл прогнозировал, что в Черногории и Македонии возможно развитие ситуации по украинскому автокефальному сценарию. Но Черногория маленькая страна, Македония более лакомый кусочек, подчеркнуло Дмитрий. По его мнению, на Украине проект Фонара провалился, самозванный патриарх киевский Филарей Денисенко рассорился с провозглашенным главой ПЦУ Епифанием Думенко. «Народ оказался в достаточной степени воспитан духовенством, чтобы понять, где правда, а где ложь. Теперь посмотрим, что будет в Македонии», – заметил у Дмитрия. «Стремление духовенства Северной Македонии выйти из состава сербской церкви все-таки отличается от украинского раскола», – сказал газете «Взгляд» профессор православного свято-тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко. «В Македонии речь идет о том, что практически все население этой бывшей югославской республики поддерживает свое священное началье и ушло за ним в раскол в непризнанную церковь», – указал эксперт. «На Украине, напротив, большая часть верующих осталась верна каноничной украинской православной церкви в структуре московского патриархата. Второе отличие в македонских событиях участвует законный епископат сербской церкви, в то время как духовный санлидеров ЦУ и киевского патриархата не признан», – отметил Петрушко. «Но тем не менее, если называть вещи своими именами, то, что происходит в Македонии, – это раскол», – добавил собеседник. «И безусловно, вопрос македонского раскола тесно связан с вопросом о так называемой украинской автокефалии», – подчеркнул Петрушко. «Самое главное, что теперь этой проблемой сербскую церковь будут пытаться всячески шантажировать, держат на крючке фонара. Задача – поколебать твердую позицию сербской церкви в украинском церковном вопросе. Возможно, пообещают, что фонар не даст македонской церкви автокефалию. Где-то год назад Варфоломе об этом говорил», – указал Петрушко. «Правда, мы то знаем, чего стоят слова Варфоломея», – напомнил эксперт. То он признает главу УПЦ Московского патриархата, митрополита Ануфрия единственным законным предстоятелем украинской церкви, потом вдруг резко меняет свою позицию. То киевского патриарха Филарита Денисенко считает законно преданным анафеме, то потом также принципиально заявляет о том, что возвращает ему сан. Под Рождество патриарх Варфоломея выступил с речью после литургии совместно с делегацией неканонической православной церкви Украины по случаю годовщины подписания томаса об автокефалии. По версии Варфоломея, Константинопольская мат-церковь в соответствии со святыми канонами вправе решать вопросы единства православия. Константинопольский патриарх подчеркнул, с его решением по украинской церкви согласно главы двух поместных церквей Александрийской и Элодской, греческой. РПЦ разорвала евхаристическое общение с предстоятелем Элодской церкви и прекратила поминовение патриарха Александрийского на богослужениях. Смотрите еще больше видео на YouTube канале «Взгляд.Текст» Михаил Мошкин